Привет! Меня зовут Татьяна. Видите, на фоне две посылочки с сайта iHerb. Получила их сегодня одновременно. Они пришли, хотя заказаны в разное время. Одна из этих посылочек была заказана 19 января. Сегодня у нас 31 января. Соответственно, 12 дней была в пути. Все, 5 пост. Вот. Вторая посылочка была уже заказана 23 января и опять же пришла 31 числа. То есть, 8 дней была в пути. Вот представьте себе, как это все происходит, да? Та, что была заказана позже, пришла гораздо быстрее. Такие вот казусы у 5 пост. Причем вот эта коробочка вообще, на ней нет никаких обозначений iHerb. Это с уже привычной надписью iHerb. Так что, так на вид они все целенькие вроде бы. Единственное, что вот здесь вот немножечко, видите, как надорвано. Возможно, там более потяжелее было. Ну, надеюсь, что все товары пришли в хорошем, надлежащем виде. Все целенькое. Главное, чтобы все было на месте. Сейчас мы с вами все раскроем, посмотрим. Мне самое интересное. Я уже кофейку навела, потому что там есть кое-какие вкусняшечки, которые можно будет попробовать, заценить. Так что, сейчас начнем. Открываем. Сразу обе. Посмотрим. Потому что, в принципе, по количеству там не так их много, этих товаров. Я думаю, что вполне можно в одном видео все посмотреть. Так, везде бумажника сверху, я вижу. Так, щит у нас. Так, девчоночки, трое наши любимые посылочки, наши распаковочки. Все прихербоманы, я знаю, они балдеют, когда получают свои любимые посылки. Потому что товары всегда качественные. Так, у меня первая посылочка. Чуть какая же была. Вот эта. Вот она. Давайте с ней начнем. Выбросим бумажечку. Давайте сразу из той выбросим, чтобы не шуршать потом лишний раз. Так. Здесь. Бумажечка. Начнем. Сейчас все достать, мы будем потом рассматривать. Что же мы получили? Пока смотрите. И думайте, что же это такое. Так. И вот еще такой пакетик. Давайте поболтаем о том, что я в этой посылочке получила. Ну, как вы видите, это уже всем полюбившиеся фисташки. 340 грамм. Полностью органический продукт. Ну, нет ГМО. Никаких неполезных продуктов нет. Ничего плохого нет. Замечательный источник белка. Клетчатки. Всегда целенькие. Всегда хорошо открытые. Сухие. Чуть соленоватые с морской солью. Прекрасно. Это одна из любимых вот тоже покупок. Тем более, когда на них есть скидочки. Так что смотрите. Присматривайтесь. Всегда имейте в закладочках, чтобы всегда быть на чеку. Я купила со скидкой. Дальше, что еще есть. Масло. То есть, сейчас мы пока смотрим, можно даже сказать, без преувеличения. Это бестселлеры. Масло. Купила еще одну баночку. Так как на нее тоже была огромная скидка. Практически 50% любимейшее кокосовое масло от California Gold Nutrition. Первого холодного отжима. 473 мл. Пришло, видите, в такое вот состояние в твердом. Когда тепло, температура 25 градусов, то маслица уже становится просто такого вида, как подсолнечное, только прозрачное. То есть, становится в жидком агрегатном состоянии. Готовить, если вы собираетесь на нем жарить или тушить, то на среднем огне. Но лучше, конечно, на нерафинированном кокосовом масле не жарить. Все-таки не совсем оно подходит для жарки. Самое лучшее это считается рапсовое масло и сафлоровое масло. Вот они, те маслицы, они выдерживают высокую температуру горения, дымления и более безвредны для организма. Меньше выделяются там неполезных веществ. Это маслица для кашки. Хорошо. Смузи сделать. Что-то вот для таких вещей. Опять же, вот я иногда смазываю мультиварку, чтобы там что-то запечь. Такое, типа запеканочки или в саму запеканочку могу тоже вот, если размягчить, добавить с творожком, перемешать. Прекрасно. Для этих целей мне очень нравится. И цена была очень хорошая, менее 400 рублей. Сейчас на сайте тоже идут скидочки, кибер-скидки. И в начале, когда запустили эту акцию, там вообще суперские цены были. Еще даже дешевле. Там 300 с небольшим вообще стоила эта банка. Потом вообще там цены были. Я не знаю, глаза разбежались. Были бы деньги, была бы возможность просто эти ножи боишься заказывать. Четыре посылки у меня были в пути. Думаю, ну боже, мы сейчас на таможне что-нибудь там перекроют кран. И будешь оплачивать ни за что. Какие-то там еще пошлины. Думаю, ладно, Таня, притормози. Не все сразу. Вот у меня эта баночка открыта. Кто не видел, могу показать, как вывести маслице. Вот оно такое пахнет. Нехимозно, нежно. Запах приятный, вкусненький. Люблю овсяную кашку с этим маслом. Как раз насчет овсяной кашки. Купила вот такую вот крупу. От Bob Red Mill. Называется органическая шотландская овсянка. 567 грамм здесь. 100% зерновых ингредиентов. Варится эта кашка 10 минут примерно. Я брала тоже шотландскую овсянку. Но была красная надпись. Она у меня еще есть. Я храню в морозилке. Мне даже интересно, чем она отличается. По виду вот похожи они между собой. Но здесь вот есть надпись органическая. Там такой надписи нет. Просто шотландская овсянка. И она немножечко подешевле. Ну, посмотрим. Сварю, тогда расскажу. А так, конечно, я в восторге. Просто получается кремовая. Такая вот консистенция. Такая вот сливочная. Хотя я варю на немолоке. То есть лишних жирных молочных продуктов я не добавляю. Она сама по себе становится вот такая вот. Она загустевает. Она становится какая-то тягучая. И вообще классная. Мне очень нравится. Такая вот овсяночка. Классная. Класснючая. Попробуйте. Вот рекомендую вам, конечно, от души. Каша от Бобра Дмил. Овсянки. Просто классический. Овсянка цельнозерновая. В синенькой пачке. Тоже бестселлер. Вот это вкусное. Так что класс. С таким вот маслицем добавить. Немножечко каких-то сухофруктиков. Типа чернички там сушеные или клюковки. Просто вкусняшка. В этой крупе содержатся белки, кальций, калий, железо. Поэтому плюс еще помимо пребиотиков, так сказать. Потому что это клетчатка. Еще и витамины и минералы есть. Ну вообще, девочки. Ничуть не стоит. Вернее, стоит она своих денег. И ничуть не стоит жалеть. Что там чуть-чуть дороже переплатил, чем за обычную. Которая там у нас везде продается. Что еще тут есть вкусненькое? Вот давайте вот этот еще пакетик. Тоже смотрела, облизывалась на этот продукт. Все-таки дороговатый. Потом смотрю, появился в пробных товарах. Тоже 50% скидочка была. Так же, как и на маслице. Думаю, возьму, попробую. Тем более, посмотрела Наталью. Спасибо, прислушиваясь к ее советам. Но она там вообще дока, конечно. По всем протеиновым батончикам, по протеиновым печеньям, смесям. Она вот просто молодец в этом плане. Конечно, не дает себе слабины. Я про себя такого не могу сказать. Я ем все подряд. Но единственное, что вот, конечно, кое-какие вещи все-таки я исключила. Своё питание. Все равно вот мое питание в какой-то степени, оно стало более качественным и более полезным. Давайте откроем, посмотрим. Интересная вещь по описанию. Не содержит злаков, как нам пишут. Содержит протеин, клетчатку. Называют снеком для перекусов с йогуртом. С творогом. В кашу, смузи, в салат. Мороженое можно присыпать. Смотрите, сразу мне клюковка попалась. Класс, девчонки. Я вижу, что это действительно как нарезанные орешки идут. Сейчас попробуем. Здесь кокосовая стружка. Миндаль. Семена тыквы, подсолнечника, пекана. Голубика. Вот писали, что голубика более кисленькая. Вкусная, хрустящая. Девочки, действительно вкусная вещь. Стоит своих денег. Тем более со скидочкой с большой. Повторяю, в пробных товарах еще есть из этой же серии. Есть, по-моему, шоколадная смесь. Смесь с корицей. Тут еще добавлена морская соль. Эритритол. Девчонки, просто вот даже как перекус действительно. Взять и книжку читаете. Или кино смотрите, в интернете лазаете. И наслаждаетесь вот таким перекусом. Вместо семечек взял и здоровую смесь погрыз. На зип-застежечки. На творожок отлично будет. Кашку отличную. Просто так. Еще вкусненько. Сейчас посмотрим, что есть. Вот что. Тоже Наталья так и грызла уже в прямом эфире. Она у нас очень аппетитно кушает. Приятно посмотреть. Как я говорю, хороший аппетит. Признак чистой совести. Поэтому, девочки, кушаем. Но только полезное. И в умеренных количествах. Посмотрите, какая прелесть мне тут еще лежит. Это у нас от Pamela Products. Черника и лимон. Называются вот эти батончики. Пять штучек батончиков. Посмотрите, достаточно вот такая пухленькая пачечка. Всего 200 грамм. По 40 грамм. Упаковочка. Так, здесь 9 грамм цельного зерна в батончике. Как нам напоминают, что в день мы должны съедать около 50 грамм цельнозерновых продуктов. Поэтому, ну, часть уже такая приличная. Практически 20%. Мы съедим, съев вот такой вот батончик. Изготовлен из австаби, из глютена. Содержатся семена чия, подслащенные агавой и кокосовым сахаром. Сафлоровое масло. Входит в состав. Миндаль. Целые яйца. Обратите внимание, у кого аллергия или кто не кушает яйца. Вот какое у нас печенье. Не называется батончик, но выглядит как печенье. Посмотрите, какое аппетитное такое, влажненькое. Так, так входит еще сафлоровое масло, миндаль. Так, это я уже сказала, да? Ну, давайте попробуем. Ммм, да. Действительно вкусно. И чувствуется вот, что плотность, плотный продукт, действительно чувствуется на зубах. Семена, семена чия, вот их даже видно они, маленькие вкрапления. Орешки. Видны, видна черничка. Чувствуется кислиночка такая небольшая. Действительно, что лимончик, цедра лимона, наверное, входит в состав. Очень-очень вкусно, девочки. Я потом с кофейком вот это все с удовольствием съем. Вместе с сыном мы будем лопать эти батончики с удовольствием. Класс! Я довольна. Действительно вкусно. Есть там еще разновидности с клюквой, с шоколадом, с изюмом. Но надо сказать, что сейчас, по-моему, они отсутствовали у нас на складе. Поэтому нужно нажать кнопочку «Уведомить». И на почту придет сообщение, когда они появятся на складе. И можно будет купить и наслаждаться полезным таким перекусом. Особенно для деток в школу дать. Замечательно. Ребенок здесь ест полезный продукт. И сила у него появится. И зубы в порядке останутся. Потому что нет лишних сахаров. Класс! Хорошая, отличная вещь. Так, сейчас еще что-то мне там должен был, по-моему, лежать. Да, думаю. Помню, что еще. Такая штучка у меня была в заказе. 5-HTP. 5-Гидрокситриптофан. 50 мг. Здесь это маленькая дозировка. Потому что есть 100 мг. Я для своей родственницы брала у нее. Проблема с засыпанием. Особенно новости пересмотрит на ночь глядя. Потом не может заснуть. Волнуется. Но человек в возрасте уже все равно. Ну, свои изменения уже есть. Психики. Скажем так, что лоббильная нервная система. Все переживает, расстраивается. При этом сон теряется. Ей отлично. Но она пьет по 100 грамм перед сном. Вообще, для настроения можно принимать. Потому что действует отлично. Улучшает настроение. Вернее, поддерживает. И тогда можно принимать с утра. Потому что так вот исключительно сонливости по отзывам не наблюдаются. Лично я не принимала. Вот взяла себе 50 мг. Думаю, пусть будет. Мало ли какая ситуация. Потому что расскажу вам, что тоже после того, как я переболела ковидом, у меня все-таки сон нарушился. И у меня такого не было, чтобы я среди ночи просыпалась. Просто проснулась, полежала. Потом вроде бы опять заснула. Потом опять проснулась. То есть, все равно фаза сна уже сбита. Уже нет нормального сна. Соответственно, организм не отдыхает как следует. Думаю, попробую. Опять же, стрессы какие-то. Паночка небольшая. Стоит недорого. Дозировка минимальная. Опять же, всегда можно две принять. Правильно? Отлично, что можно регулировать дозировку. Поэтому взяла. Кстати, тоже у кого проблема с метаболизмом, влияет еще на снижение веса благотворно. Что такое 5C-HTP? Это промежуточный метаболит между трептофаном и серотонином. Получают из семян грифонии. Так что, это в принципе натуральный препарат. Кстати, забыла сказать, в батончиках содержалось сафлоровое масло, да? А я хотела вам все-таки показать, наконец, потому что я все время говорю, как сафлоровое масло полезно. Потому что из сафлорового масла делают конъюзированную линолевую кислоту, КЛА. И это влияет очень хорошо на метаболизм. Представляете, как они соединили? Сафлоровое масло, которое улучшает метаболизм, содержится вот в этих батончиках, которые насыщают. То есть мы насыщаемся, и при этом мы улучшаем себе метаболизм. Вот она. Ты-дым. Сейчас сын начал принимать КЛА. У старшего сына гипотириоз. То есть у него есть проблемы с метаболизмом. В том плане, что он замедлен. Поэтому периодически он... Ему назначают на эндокринолах альфа-липоевую кислоту. И КЛА. Канюзированную линолевую кислоту. Совершенно натуральный продукт. Сделан из сафлоровых семян. Семян сафлорового дерева. Это просто масло такое, девчонки. Вот видите? Такие вот капсулки. И вот это же маслица. Оно отдельно бывает. На нем можно жарить, потому что высокая температура дымления. Я сейчас даже покажу. У меня бутылочка еще осталась немножко. Вот оно, сафлоровое маслице. Видите, осталось немного. Вот оно такое прозрачное. Похоже, как в капсулках содержится. И вот это сафлоровое масло содержится вот в этих прекрасных батончиках. Так что, девочки, совершенно натуральный органический состав. Я в восторге. Если появится еще на сайте, то можно будет заказывать. Особенно воспользоваться сейчас скидочками. Вот появились бы они сейчас на сайте. Можно было бы воспользоваться вот этой сейчас до 2 февраля акцией киберскидки. Минус 15%. Ну, классно же. Можно было бы поднабрать таких вот замечательных продуктов. Так, ну это моя первая посылка. Она разобрана. Сейчас мы посмотрим, что же во второй посылочке. Сейчас опять все вытащу из этой коробки. И будем потом рассматривать каждый предмет отдельно. Хорошо? У меня тоже тут есть новиночки. Для меня новиночки. Я думаю, и для вас. Потому что, по-моему, в новинках я покупала. Смотрите, какая красота, да? Ой, сейчас мы все рассмотрим. Уболтаем, все посмотрим поближе. Что же я в этот раз прикупила. Кое-что для меня новинки. То, что я никогда не покупала в этой посылке. По-моему, все из того, что я взяла впервые. Так, давайте смотреть, что же ко мне пришло. Кстати, вот эта посылочка, она пришла вот за 8 дней. 5 пост, девчонки. Все в порядке. Раньше я тоже практически все время покупала, оформляла через глобальную доставку по воздуху с курьерской доставкой. Почта России. А сейчас я выбираю 5 пост. Мне даже это больше вот фу-фу-фу, скажем, не сглазить. Меня устраивает пока. Так что, вот в нашем городе, в Воронеже, 5 пост. Нормально доставляют. Слава богу, никаких там задержек таких не было. А вот Почта России меня задержала, так тавила, 4 дня или 5. У меня только в самом Воронеже проторчала моя посылка на складе. Мне ее никто не доставлял. Так что, вот такие бывают нюансы везде. Случаются. Так, давайте же посмотрим, что же я купила. Гляньте, какая бутылочка. Хорошо упакована. Это шампунь. Называется от Natural's Gate. Шампунь для окрашенных волос с гранатом и подсолнечником. 473 мл. Тоже брала с 50% скидочкой. Срок годности, давайте вам интересно, до августа 2023 года. То есть, вполне себе хорошие срок годности. Из этой серии есть еще с биотином. Есть травяной шампунь. Плюс ко всем к ним идут бальзамы для волос. Гели такой же серии есть. Тоже распродавались вот в кибер... Нет фталатов, нет парабенов, нет искусственных красителей. Как нам пишет производитель, бережно очищает волосы с помощью уникальной смеси граната, экстракта семян подсолнечника, витамина Е. Восстанавливает поврежденные окрашенные волосы с помощью календулы, экстракта виноградных косточек, ядера овса. По отзывам очень все довольны, женщины. Ну, наверное, и мужчины, кто пользовался. Так, посмотрите, видите, как вот действительно нет красителей, натуральный какой-то цвет такой. Ну, так запаян хорошо, девчонки. Давайте попробуем открыть. Все равно я буду пользоваться. Запах мне интересен попробовать. Запаян, конечно, сейчас замечательно. Просто заклеен, не подкопаешься. Так, все открыла. Сейчас понюхаем. Да, запах приятный, не резкий. Вообще вот такой вот деликатный, чуть-чуть я чувствую. Немножечко вот такой вот свежиночкой какой-то пахнет. Насколько смогла, через маленькую дырочку попробовала запах. Ну, я думаю, что прекрасно будет себя вести. На волосах не будет удушающего аромата. Это 100%. Говорят, что не сильно пенится. Ну, и понятно, что это натуральный состав. Опробую, потом отзыв оставлю. Дальше посмотрим. Альфа-липоевая кислота. Это у меня заказала, попросила, вернее, заказать моя подруга ближайшая. Здесь 400 миллиграмм, 60 капсул от Natural Factor. Альфа-липоевая кислота. Это у нас антиоксидант широкого спектра действия. Помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Вот так же моему сыну, который гипотирез и такое состояние, приближенное к резистентности глюкозе. Поэтому ему нужно все равно контролировать именно вот и глюкозу, и антиоксидант принимать. Вот мой сын принимал по 300 миллиграмм два раза в день. Здесь 400 миллиграмм, и здесь производитель рекомендует одно-две капсулки в день принимать. Но это, опять же, или вы сами решаете, или, прислушиваясь к своему доктору, то, что отличная и цена этого препарата, и вообще сама по себе альфа-липоевая кислота, это для метаболизма отличная вещь. Так что, класс! Вот эта вещь такая, что практически каждому человеку она нужна курсами принимать, если. Дальше посмотрим. Вот еще отличнейшая вещь тоже. Это масло зародышей пшеницы. От НАУ. 1130 миллиграмм. 100 желатиновых капсул. Вот такого они размерчика будут, капсулки эти. Ну, желатиновые капсулы всегда проще глотать, чем вот таблетки, например, магния, да, или кальция. Их как-то, или тот же коллаген. Они какие-то более сухие. А вот желатиновые капсулы, они более такие скользкие становятся, когда их водичкой запиваешь, и легко проглатываются. У меня никогда сомнений, что подсолнечный лецитин тоже капсула, или лецитин просто обычный в капсулах. Все это проще глотать, если это желатиновая капсула. Для чего же на масло зародышей пшеницы? Во-первых, это пищевое масло, и отдельное оно еще продается просто в виде масла, в виде жидкости. Кстати, я такую вот баночку тоже заказала в следующих посылочках, придет уже для себя. Это еще одна знакомая попросила заказать. Тоже у нее после ковида волосы сильно выпадают, и она хочет оздоровиться, и по-женски себя поддержать, потому что показано и для женского здоровья, цикл нормализует, источник витамином группы В, участвует и в кровотворении, укрепляет волосы, нормализует работу щитовидной железы, вообще, да, широкого спектра действия. Вот все-таки масло зародышей пшеницы очень хорошая вещь. Принимает по две капсулы в день. И что еще можешь сказать? Источник омега-3, содержит диетические воски, альфа-линолевую кислоту, витамин Е, фитостеролы, минералы. Так что прекраснейшая вещь. Кто любит в капсулах принимать масла, вот, обратите внимание на это. Потому что не все люди могут переносить масло в таком вот, в его натуральном виде, да, в салат, запах не нравится, или там ложку проглотить, это вообще беда. Ну, все мы разные, каждый себе подбирает. Ну, это, наверное, одно из оптимальных решений принимать масло в капсулах. Я так льняное масло иногда принимаю, ну, и остальные масляные продукты в капсулах. Что же шло, кстати, когда я оформила заказ, как совместная покупка шла омега-800. Мы взяли вот три баночки. Ко всем этим продуктам можно было заказать омега-800. Чем она прекрасна? Что здесь вообще такая концентрация оптимальная, что одной капсулки хватает на прием в сутки, суточная доза. 480 ЭПК и 320 ДГК. Вот, если сложить, то получается 800. Поэтому называется омега-800. Ну, что еще можно сказать? 30 капсул, то есть на месяц приема хватит. Это рыбий жир фармацевтической степени чистоты, форма 3 глицеридов, это самое оптимальное для усвоения, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, не содержит глютена, нет ГМО, нет СОИ. Омега-3 ЭПК и ДГК. Это полезные для сердца незаменимые жирные кислоты. Это сердце, сосуды, разжижает кровь, имейте в виду, что при приеме омега-3 кровь у нас разжижается. Хорошо омега также для поддержки центральной нервной системы, для работы мозга, для студентов прекрасно в период сессии, в период учебы, для детишек, которые имеют проблемы с развитием речи, для пожилых людей, у которых тоже уже происходят дегеративные явления с нервной системой. Можно сказать, что омега-3 это такой вот самый популярный продукт, который подходит всем и нужен всем. И практически можно его на регулярной основе употреблять. Так что присмотритесь. Часто тоже бывают совместные акции, совместные покупки. То просто омега-бестселлер, которая 2 таблеточки в день надо, ну там и больше, там 100 штук, то есть на 50 дней хватит. У меня тоже такие есть, тоже покупала как совместную покупку со скидочкой. Прекрасная вещь, или вот эта, она чуть подороже стоит, но опять же, как совместная покупка, выгодно было купить. Была скидка минус 230 или 240 рублей. Выходит уже гораздо приятнее цена. Так что вот, тоже закупили с омегой. Еще купила вот такую штучку. Давно смотрела на него, но что-то там у меня не получалось, потому что достаточно по весу все-таки. Мармеладные конфетки, вот эти мармеладные постилки, они достаточно тяжеленькие. А посылочка ограничена до 5 килограмм, то по деньгам больше получается, то вес перевешивает, поэтому что-то у меня не получалось взять до 1 до января 23 года. Ну а год еще целый. Чем же вот эта хорошая вещь? Здесь, представляете, это органический яблочный уксус с имбирем и витамином В12. Уже звучит как песня, да? Это общеукрепляющее, плюс для веганов подходит. Для тех, у кого резекция желудка была или проблема, вообще какие-то операции были на ЖКТ, В12 плохо усваивается, поэтому нужен дополнительный прием. Опять же, повторюсь, у сына гипотерез, ему тоже назначают В12. Так что обратите внимание на этот продукт. А это еще и во вкусной форме такой. Давайте откроем, посмотрим. По отзывам люди говорили, что они вкусненькие. Вот такие вот они темненькие, черного цвета, я бы так сказала. Сейчас попробуем. Ну, своеобразные, я вам скажу, конечно, они. Кисленькие, потому что это все-таки яблочный уксус. Ну, на мой вкус, они приятные. Ну, да, характерная кислинка есть. Может быть, деткам, конечно, они не подойдут, но они детям и не предназначены. Для взрослого вполне себе можно все это съесть. Плюс еще даже, кто любит кисленькое, то вполне даже и вкусненькие. Мне они кажутся достаточно приятными. Вот как лимончик, можно сказать, съешь. С сахарком. Вот такой примерно вкус. Так что обратите внимание. Так, по-моему, по две штучки в денег надо кушать. Делает у нас это фрули. Сделан, значит, из настоящих фруктов. Вообще, это просто вот как конфеты. Плюс с таким оздоровлющим эффектом. Нет ГМО. Кошерный, глютен-фри, веган. Тоже была скидка минус 50%. Я брала в пробных товарах. Из настоящих фруктов. С каких же? Яблоко, персик, манго, лимон. Подвижевательные конфетки в день. В12 формы метилкобаламина, что вообще шикарно. Потому что все-таки метилкобаламина, это лучше по усвоению формы, чем цианокобаламина. 120 миллиграмм, это замечательно. Вот сыну назначали, по-моему, 100 миллиграмм в сутки. Там рассасывающие таблеточки я брала бы 12. Для защелачивания организма. Потому что уксус у нас и уксус для защелачивания подходит. И сода у нас для защелачивания подходит. Улучшают работу кишечника. У кого там запоры. Тоже очень хорошо нормализует стул. Стимулирует метаболизм. Так что я думаю, что сыну моему вот это тоже пригодится. Будем с ним принимать. Сколько тут? 60 штучек. Но если по 2, то, конечно, на 30 дней приема. Ну, посмотрим, кто из нас будет принимать. Ну, то, что это однозначно классная штука. Классная вещь, совершенно органическая. Это просто вот виват. Молодцы. Делают такие вот лекарства. Вкусные, полезные, совершенно натуральные. Спасибо от всей души. Поставим сюда, да? Еще одна вещь, просто незаменимая. И для меня, и для некоторых моих знакомых. Это от Natural Factor, Woman Sense, EstroSense. Гормональный баланс. 60 капсул. Принимать нужно по одной капсуле 2 раза в день. По крайней мере, я так делала. Ну, или даже по 2 капсулы 2 раза в день. Этого уже смотрите по своему состоянию. Подберите для себя нужную дозировку. Для чего же нам эта добавочка нужна? Предклимактерический синдром. Эндометриоза. Поликистоза. Мастопатия. Фиброзно-кистозная мастопатия. Состав очень хороший. Здесь есть деглюкорат кальция. Есть индолтрикарбинол. Экстракт куркумы. Расторопши. Дим. Ликопин. Сульфорафан. Из ростков брокколи. То есть, как раз-таки, замечательный состав, который будет регулировать эстрогены в нашем организме. И, соответственно, предотвратит рост. Дальнейший рост этих всех кист, фибром, эндометриозов. Так что, девочки, следим за своим гормональным фоном. Обратите внимание, что состав очень, более чем хорош. Уже то, что есть деглюкорат кальция, кальция деглюкорат, сульфорафан есть. То есть, это... Есть, конечно, и отдельно, индолтрикарбинол, и Дим. Но вот когда полностью такой отрегулированный состав, это гораздо эффективнее. Так что, девочки, смотрим, мотаем на ус. Что же еще вкусненькая тут осталась? Еда! У нас осталась еда. Тоже для меня новиночки. Давайте посмотрим, например, вот такую вот лапшичку. Смотрите, какая чудесница! 454 грамма. A Test of Way. Фирма эта называется так. Это у нас рисовая лапша, лингвини, без ГМО, без глютена, без тренжеров, без консервантов. Она предназначена... Видите, как она вкусненько выглядит? Ее можно по-разному. Можно ее отварить, как в нашем привычном понимании в кипяточке, в подсоленном 4-6 минут. А можно еще ее замочить в горячей воде на 25 минут и потом обжарить с добавлением соусов. Ну, что вы хотите? Какой-то... Рыбный какой-то там соус сделать или вот как я взяла, видите? Вот это я специально взяла в такой парочке. Я хочу с устрицами сделать. Сделаю устрицный соус со сливочками, устрица, кунжут. Хорошо все это сочетается. Чесночка можно тоже в порошочки добавить или хотите, свежий, как в семье вас любят. Я думаю, что будет вообще отличная вкусняшка. Я как-то брала лапшу из бурых водорослей. Вот этот кунжут от Эден. Гамасио. Тоже очень хорошо подходит ко всем вот этим устрицам. Шикарно. Брала просто вот как баночка со шпротами, да, в плоской баночке устрицы. Я брала, картиночку вставлю, там они вообще тоже шикарные. Я брала и средние устрицы медиум, и смол устрицы прикопченные. Ой, ну шикарные вообще. Можно и на пиццу с морепродуктами, и соус сделать, и в салатик какой-то сделать. А эти устрицы просто в воде с солью. Это целые устрицы, 226 грамм. Говорят, что баночка вот даже, да, не болтается. Нет, уже жидкости не чувствую, что они плотненько набиты. Пока не буду открывать. Сейчас пока не планирую готовить. Оставлю. Чуть попозже займусь этим. Может быть, дети приедут в гости. Хочу их тоже там угостить. Вода и соль всего лишь выращены в экологически чистых условиях. Содержат омега-3, белки, калий, кальций, железо. Это вот все про устрицы. Так, так что вот, присмотритесь. Шикарно. Ужин просто будет, да, такой, с изюминкой. Еще у нас осталось с вами посмотреть вот такую интересную зонтесскую, как же ее называют, смородину. 227 грамм. Мне просто было интересно, вот как вот я вялену смородину, что-то я не припомню, чтобы ее где-то вот я пробовала или слышала, что продают. по отзывам, конечно, написано, что это больше на изюм похоже. Думаю, ну, изюм так изюм, изюм мы тоже любим. Давайте посмотрим. Зонтесская смородина или же калифорнийский изюм, ее называют. Состава, однако, на сайте написано смородина. Смородина зонте. Дной добавленного сахара содержит кальций и калий. Ну, если изюм, то да, калий, это понятно, что в изюме калий содержится для сердечников полезно. Иногда даже изюм заваривают, в чай добавляют, чтобы калий выделился. Нет, девочки, это не просто какой-то изюм, да, это все равно может быть действительно как мелкий, какой-то вот такой виноградик. На обычный в понимании изюм не похож. Сейчас попробуем. По вкусу. Нет, девочки, я бы сказала, что в какой-то степени есть изюмный такой сладость что ли какая-то. но кислинки нет такой изюмной. Своеобразный, да, все равно это своеобразный вкус. Может быть действительно это какая-то как и смородинка, которую они называют калифорнийский изюм. Однозначно вкусная вещь, сладенькая, меленькая такая. Отлично пойдет в те же кашки. вот моя шотландская овсяночка, вот это просто с этим будет произведением искусства. Девчонки советую, можно брать и так похрумкать свои там йогурты, каши, смузик, вот что угодно, куда угодно можно положить. Такая влажненькая, не пересушенная. Очень вкусно. Я довольна своим заказом. Чуть-чуть рассыпались ягодки. Так что, девочки, спасибо за просмотр. Довольна как слон. Сейчас кофе с батончиками пойдет. Дальше все буду рассматривать и думать, как дальше все это использовать. Желаю вам также прекрасных выгодных покупок на iHerb. Пока что там еще идут эти скидочки. Девчонки, там вообще можно еще нахапать много чего. Хотя размели просто моментально. И много чего, кстати, не было доступно в Россию. Там электролиты. Я смотрела, хотела мальчишкам взять какие-то протеиновые смеси. Быстро позаканчивались, потом просто они шли, как нет доставки в ваш регион. Понимаете? Но все равно там много товара, которые можно брать. Смеси ореховые тоже неплохие цены. Вот и 50% скидки на многие товары и на бады 30-40-50%. Так что девочке еще там можно порыться, закупиться. Так что спасибо iHerb за такие прекрасные акции. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Используйте мой промокод АТУ 8596. Всем спасибо, кто его использует. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и счастья в семьях. Пока-пока. Пока-пока.